На сегодняшнем заседании Государственной Думы планируется рассмотреть порядка 50 вопросов, самых разных. Но первым стоит, получившийся в развитии своей широкую дискуссию, в части вопрос обращения к председателю Следственного комитета, министру внутренних дел, руководителю Центрального банка Российской Федерации по ситуации, сложившейся со страховыми взносами, которые должны были быть перечислены из частных страховых компаний, специализированный фонд, который сегодня отвечает по рискам договоров долевого участия. При обсуждении проблемы вскрылся ряд, целый пласт, огромный пласт проблем, говорящий о неэффективности государственного регулирования в сфере страховых отношений. В частности, выяснилось, что за время существования системы страхования договоров долевого участия на счета частных страховых компаний поступило порядка 56 миллиардов рублей. Безусловно, это средства дольщиков. К большому сожалению, подавляющее большинство этих средств исчезло в неизвестном направлении. Страховые обязательства не выполнялись, страховое возмещение получили единицы, а из планируемых 10 миллиардов, которые частные страховые компании к 1 сентября должны были перечислить в Государственный фонд, перечислено чуть меньше 4 миллиардов рублей. Естественно, были поставлены соответствующие вопросы присутствующим на заседании и заместителю генерального прокурора, и заместителю министра внутренних дел. К большому сожалению, мы не получили внятных ответов. Большое количество надзорных органов занималось наблюдением, проводят доследственную проверку более года. Но куда делись на сегодня и каким образом были переведены со счетов частных страховых компаний порядка 6 миллиардов рублей, до сих пор остается неясным. По предварительным данным, они ушли на счета сегодня уже зарубежных государств, и возвращение их обратно в Российскую Федерацию будет представлять огромные сложности. Более того, оказалось, что и те средства, которые саморегулируемые строительные компании собирали в фонд компенсации, а за все время их существования, напомню, было собрано около 200 миллиардов рублей, не могут быть привлечены для решения проблем обманутых дольщиков, в частности, на достройку проблемных домов. По той же самой причине эти средства растворились в исчезнувших банках, в которых была отозвана лицензия, были переведены на известные счета, и фактически государство, которое почти 7 лет назад самоустранилось от системы контроля за строителями, отказалось от лицензирования, передало эти полномочия некой саморегулируемой системе, которая якобы создала компенсационные фонды, получила сегодня разбитая корыто, как в известной сказке. То есть фактически 200 миллиардов исчезли, вернуть их сегодня невозможно, направить их на цели, прямо предусмотренные, в том числе и в деятельности, и в полномочиях этих самых компенсационных фондов невозможно, на достройку этих домов. Вдумайтесь, 56 миллиардов, я напомню, это средства при страховании договоров долевого участия, около 200 миллиардов это средства из компенсационных фондов саморегулированных компаний. При обсуждении обнаружилось-то еще порядка 180-200 миллиардов рублей, исчезла и из другой системы страхования, системы ОСАГО, с которым очень часто сталкивалось. Так вот, анализ, проведенный за последние несколько лет, показал, что разница между тем, что страховые компании собирали с граждан в виде соответствующих вносов, обязательных на ОСАГО, и тем, что они выплатили, составляет порядка 180-200 миллиардов рублей. И опять же эти средства исчезли в неизвестном направлении, ну а по данным некоторых источников, опять же переведены на счеты офшорных компаний и выведены сегодня из России. То есть фактически граждане Российской Федерации в данном случае при вот таком невнимательном, мягко говоря, участии государства понесли огромные потери. С сотнями миллиардов рублей они исчисляются сегодня. Любой уход государства из важнейшей сферы регулирования, будь то регулирование строительной деятельности, будь то регулирование строительства при участии договоров долевого участия, приводит исключительно к негативным последствиям, которые сопровождаются вот такими огромными хищениями, фактически хищениями, мы называем вещи своими именами, средств наших граждан. Мириться с этим уже нельзя, и высший законодательный орган страны вынужден был признать плачевную ситуацию эту на заседании Государственной Думы. И это обращение, которое сегодня будет дополнено соответствующими поправками, будет направлено в адрес полномочных лиц. Мы напомним еще раз, что это генеральный прокурор, это председатель Следственного комитета, это министр внутренних дел, это руководитель нашего Центрального банка. Потому что именно бездействие или недостаточное внимание к этой проблеме со стороны данных должностных лиц, их подчиненных привело к подобного рода ситуации, к тем огромным чудовищным потерям, которые произошли, и которые сегодня демонстрируют, ярко демонстрируют, фактически государственную импотенцию вот по такой важной сфере, такой важной сфере, как строительство, как права граждан, как защита интересов огромного числа россиян. Мы, со своей стороны, подготовили необходимые поправки. Мы будем это требовать рассмотрения на теме в более широком варианте, чем предлагалось первоначально огранившись страховыми компаниями по договорам долевого участия. Безусловно, это будут СРО, безусловно, это будут страховые компании, занимающиеся страхованием гражданской ответственности. Мы говорим о Абасаге. Наводить порядок сегодня крайне необходимо. И те меры, которые комиссия сегодня предложит, мы надеемся, в том числе и законодательного характера, должны положить наконец-конец подобного рода аферам государственного масштаба, исчисляющиеся, повторю еще раз, сотнями миллиардов рублей, фактически украденными у наших граждан. Полным ходом идет работа над бюджетом на следующие три года. И хотелось бы отметить, что задачи, которые стоят перед нашей страной, они по-прежнему грандиозны. А в первом чтении бюджет будет приниматься 23 октября. Поэтому я решила озвучить некоторые положения, позиции, наши позиции по бюджету, особенно 2020 года, потому что последующие два года, конечно, претерпят значительные изменения. Поэтому будем говорить в основном о 2020 году. И, естественно, это будет информация к размышлению для вас, уважаемые журналисты, ну и, конечно, для всех граждан Российской Федерации. Прежде всего, та грандиозная задача, о которой я уже сказала, это выйти в топ-5, точнее, войти в топ-5 мировых экономик. Наша страна уже который год решает эту задачу. Давайте посмотрим, как она решена в бюджете, что планирует руководство страны. Это рост экономики, темпы роста экономики, точнее. Значит, если мы посмотрим на эти темпы, то на 2020 год они составляют 1,3%. На 2021 год 1,7%. А вот на следующие годы уже 3,1%. Это значит практически рост в два раза. Мы с вами прекрасно знаем, как работает Министерство экономического развития по прогнозам, имея в своем подчинении рост стат, поэтому, насколько цифры эти вырастут или уменьшатся, это в их, получается, введение. То есть у них есть та самая волшебная палочка, которая может поднять темпы роста экономики нашей страны до мирового уровня. А мировой уровень, мы знаем, более 3%. Что мы ждали? Доходы, безусловно, доходы увеличились, но если мы посмотрим в реальных цифрах, 20 триллионов 379 миллиардов, это 2020 год, я говорю, при существующих 20 триллионов 174 миллиарда, это увеличение, по сути дела, чуть больше 2% дохода. Поэтому о каком, так скажем, вхождении в топ-5, мы, думаю, что об этом еще долго будем вспоминать, и это никогда, в ближайшее время, по крайней мере, не исполнится. Профицит бюджета составит 876 миллиардов рублей, конечно, по сравнению с двумя триллионами, которые мы имеем на текущий год, это уже большой прогресс. То есть мы уже больше будем тратить на 6,6% в расходных статьях бюджета, по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день. Это хорошо. Но с другой стороны, давайте опять посмотрим на неумолимые цифры. 2020 год 17,3% по отношению к ВВП, 2021 год 13,1%, 16,9% по отношению к ВВП. То есть, смотрите, у нас все цифры постепенно снижаются. А вот к 22 году цифра эта составит 16,9%. А сейчас 16,8%. Позвольте, если мы ставим грандиозную задачу поднять экономику до мирового уровня, то почему у нас даже в прогнозах идет снижение расходной части бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту. Хотелось бы отметить, что многие ожидали, что с этого года в связи с пожеланиями президента изменится и структура нашей экономики. Да, действительно, она меняется. Сегодня не нефтегазовые доходы увеличиваются по сравнению с нефтегазовыми. Но за счет чего? Во-первых, в бюджете установлены другие цены. Было 62 доллара за баррель, теперь 57 долларов за баррель. Дальше, давайте, если мы возьмем рост выпадающих доходов, которые мы получим в бюджете из-за беспрецедентных льгот налоговых для нефтегазовой отрасли, это тоже войдет вот в эту же самую копилку. В результате что мы получаем? А давайте посмотрим прямо по цифрам. Мы же сегодня говорим об импортозамещении. Мы сегодня говорим о том, что мы должны иметь драйвером нашей экономики, во-первых, отрасли промышленности обрабатывающей и, естественно, экспорт. Давайте посмотрим по цифрам. Вот смотрите, 65,6% вот я говорю по этому году, а следующие годы ничего ведь не изменят. 65,6% это нефть и газ. Давайте посмотрим продовольствие. Мы гордились, и когда министр отчитывался сельского хозяйства, он говорил, да, у нас растет, значит, экспорт этого продовольствия, но давайте посмотрим. Он составляет 5,15%, а ввозится, вы не поверите, 43%. Значит, если мы посмотрим оборудование, значит, у нас получается 4% мы отправляем на экспорт оборудования, а ввозим более 40%. То есть смотрите, что получается. Мы сегодня имеем вот такую тенденцию, которая совершенно напрочь переворачивает наше понятие об импортозамещении. Теперь реальные доходы населения. Вы знаете, 0,1% это ни о чем, потому что реальные доходы населения это двигатель экономики. Какой двигатель мы имеем, если сегодня замедляются темпы роста заработной платы на 1,5%? Никакое движение экономики не будет. Инфляция 3% на 2020 год просто потому, что у людей не будет денег покупать что-либо, какую-то продукцию покупать. Знаете, я закончу словами, которые, сообщением, которые мне по СМС прислала одна учительница. Она мне написала, выдали квиточек по заработной плате, сижу и плачу, потому что зарплата не только не выросла, она и уменьшилась. Я посчитала все ее надбавки зарплаты, она составила 23 тысячи рублей. Так вот, как мы можем двигать экономику вперед, имея такую заработную плату и такие доходы, реальные доходы у населения? Спасибо. Продолжение следует...